МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему верующие отказались лететь на самолете? Пробки в 9 баллов, сугробы во дворах и закрытые трассы. Зачем встал? Как город прошел проверку снегопадом? Налог на прибыль должен заплатить фонд капремонта. Где и сколько он заработал? 23 паломника, хоккейная команда и еще сотня человек застряли в аэропорту Емельянова. Их самолет должен был вылететь еще утром, но из-за неисправности судна пассажиров дважды выводили из салона. Теперь многие просто боятся лететь именно этим бортом. Но взаимопонимания с авиакомпанией найти не получается. Дмитрий Пименов с подробностями. Чтобы нам быть там 8 дней, мы будем там лететь 3 дня. Сегодня самолет уже исправный. Его наладили неисправный. Его два раза налаживали. Вы понимаете, что это дети? Уже несколько часов пассажиры и представители аэрофлота никак не могут найти общий язык. В аэропорту Емельянова с утра сидит группа паломников. Они хотели улететь в Израиль, посетить святые для них места. В группе 23 человека, из них 13 детей. Поездку специально запланировали на школьные каникулы. На 8 дней. В ночь группа выехала из Канска, чтобы успеть к раннему рейсу. Но в аэропорту все пошло не так. Когда мы сели в самолет, самолет не смогли запустить. Запахло проводкой. И командир экипажа объявил, что рейс откладывается по техническим причинам. Нас садили с рейсом. Мы прождали почти 5 часов. Заново вторая попытка повторилась уже в 11.30, по-моему. И, соответственно, то же самое. Опять запах проводки. Паломники просят прислать им другой борт или разбить их группу на несколько маленьких и отправить разными рейсами. В Москве их готовы переправить в Израиль, когда они соберутся вместе. Но сначала нужно решить проблему с вылетом из Красноярска. Аэрофлот предлагает два варианта. Или поменять билеты на 5 ноября, доплатив по 7 тысяч рублей, при этом значительно сократив время пребывания в Израиле. Или лететь тем же бортом, который, как уверяет в авиакомпании, теперь абсолютно исправен. Оба варианта паломников не устраивают. Особенно последний. Страшно. Трежды не хочу искушать свою жизнь. Как-то подвергать ее опасности. Запах. Ну, вот какой-то горелой проводкой. Вот у меня ощущение горелой проводки. И, например, такой скрежет. Вы знаете, когда, ну, я не знаю, какой-то проворачивает такой скрежет, вроде жабого какого-то железа. Дважды. И в первый раз, и во второй раз. Всего утренним рейсом должны были вылететь около 200 пассажиров. Но кто-то уже отказался от поездки, кто-то улетел другим самолетом. Сложности возникли только у организованных групп, летевших по групповому тарифу. Вместе с паломниками с утра вылета ожидает и хоккейная команда «Южный Урал». Они готовы лететь и этим злополучным самолетом. Но на стыковочные рейсы уже опоздали. Мы предложили, ну, завтра же можно организовать просто большой самолет и забрать всех остальных. Самолет не завелся два раза. Это говорит о его неисправности. В итоге часть паломников рискнули и вечером, спустя 12 часов ожидания, улетели в Москву, где их еще ждет самолет в Израиль. А часть решила не рисковать и вернулась в Канск. В надежде, что в следующий раз все сложится удачно. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров, Афонтова новости. К сожалению, получить комментарии от самой компании «Аэрофлот» не удалось. По правилам перевозчика, все вопросы журналисты должны задавать в столичный офис. В Красноярске уполномоченных говорить от лица «Аэрофлота» нет. Утром снегопад парализовал движение на городских улицах и загородных трассах. Автоинспекторам даже пришлось закрыть движение для пассажирских автобусов. Подробнее расскажет наш корреспондент. Дворник Шкурат орудует лопатой без остановки. За 4 часа убирает двор уже по второму разу, а снег продолжает валить. Я 6 утра начал работать. 6 утра, да? Да, я же уже второй раз убираю. Ничего себе. И все сыпет, а сегодня еще планируете выйти с лопатой так же? Лопата привезут мне этот большой попозже. Снегопад парализовал движение на городских улицах. С утра город встал в 10-ти бальной пробке. Те, кто пытался их объехать, попадали в другие неприятности. Вот, например, печально известная улица Мелькомбинатская. Удивительно, но красноярцы почти не заметили с утра на улице спецтехнику. Коммунальщики уверяют, все службы готовились к снегопаду заранее. Город чистили всю ночь. Нужно понимать, что выводить всю технику на дороге города сейчас, наверное, не совсем правильно. Иначе мы город поставим в одну большую пробку, потому что техника крупногабаритная. Если на магистральные улицы ее вывести, то, конечно, движение будет очень-очень затруднено. Тем не менее, за минувшие сутки на дорогах города работало порядка 225 единиц техники. Спецтехника также выехала и на загородные трассы. Там ситуация тоже сложная. С утра ряд участков даже закрыли для пассажирского транспорта. Временно ограничили движение в Емельяновском, Нижненгарском, Иландском, Назаровском и Ужурском районах, а также на Зеледеевской трассе. За пределами города идут очень обильные снегопады. В связи с этим дорожная ситуация в настоящее время затруднена. Работает специальная техника, уборочные машины. На месте работают сотрудники ГИБДД в особо затруднительных участках. Тем не менее, всплеск аварий ни за городом, ни в городе автоинспекторы не зафиксировали. Кабеда ситуация на городских дорогах стабилизировалась, но осталась вот такая вот слякоть. Это очень опасно, ведь по прогнозам в ближайшие два дня в темное время суток будет отрицательная температура, дневное положительное, и это очень опасно. Автолюбителям следует быть очень осторожными. Кстати, водители могут сами, не дожидаясь коммунальщиков, звонить в службу 205 и сообщать о проблемных участках. То же касается и пешеходов. Дорожки тоже засыпаны снегом. А вот на снег во дворе следует жаловаться в свою управляющую компанию. Но это если дворник жильцам достался не такой трудолюбивый, как Шкурат Каримов. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров, Афонтова новости. Аварии на загородных трассах все-таки были. Сразу два ДТП с участием рейсовых автобусов. На трассе Красноярск-Енисейск автобус столкнулся с легковушкой. Все живы пассажиров пересадили на другой транспорт и отправили по маршруту. В Хакасе автобус, следовавший из Саеногорска в Красноярск, столкнулся с Тойотой, которая ехала впереди и стала поворачивать. Причина ДТП – несоблюдение дистанции в условиях мокрого снега. Кроме того, на трассе М-53 в результате аварии погибла женщина. Она ехала в Яномарке. По данным очевидцев, навстречу внезапно выскочил грузовик, и машины столкнулись. Еще один пассажир легковушки отправлен в больницу. Красноярца ограбили в Индии, и теперь он не может вернуться домой. Парень сейчас живет в Нью-Дели, его приютили местные жители. До этого, говорит, ночевал на улице или на вокзале. Александр приехал в Индии еще месяц назад. На прошлой неделе у него украли рюкзак, в котором находились все деньги и документы. За помощью молодой человек обратился в русское посольство. Там ему сказали, что уехать домой он сможет, если его личность подтвердят два человека. А теперь он ищет русских, кто сейчас в Индии, чтобы они помогли ему получить временное удостоверение личности. Ночевал на станциях, на поездных станциях. И помогали люди, я им жестами все объясняю. Мол, типа, ничего нет, украдено все, все документы, все деньги. Меня кормили, поили им чаем, бутерброды кормили. Ну, в общем, понимали, все переживали, удостоверили, кормили, чем такое как. Пропала женщина Лариса Песоцкая из Девногорска. К нам в редакцию обратился ее муж с просьбой помочь в поиске. 24 октября около 8 утра женщина вышла из дома на пробежку в районе набережной Енисея в Девногорске. И больше на связь не выходила. Вот субботу мы как раз доклеивали обои все дома делать. Вот целый день все нормально, все клеили полностью, все. И вечером человек просто, ну, уже было где-то 7 часов вечера, человек просто смотрю, она настроение просто пропала она. И вот дверь, когда хлопнула дверь, и меня вот что-то разрушает, что-то сразу. Ну, разговор этот вчерашний вспомнил, вечерний, какая она была. И что-то думаю, утром, ну, что-то это. Я поднимаю, смотрю, дверь моя закрыта в спальню, и телефон на тумбочке лежит ее. Вечером 24 октября начались поиски. Ее следы нашли на местном кладбище. Там похоронен отец женщины. Это же зафиксировали камерой видеонаблюдения. Лариса Песоцкая была одета в черную шапку, светло-голубую спортивную куртку и черные штаны. С собой был рюкзак. Если вы что-либо знаете о месте нахождения женщины, звоните в полицию или сообщите в группу поиск пропавших детей. Номера телефонов вы сейчас видите на своих экранах. Непростая история произошла с красноярцем Андреем Усольцевым. Полтора года назад его обвинили в убийстве. Он провел в следственном изоляторе номер один пять месяцев. Еще год под подпиской о невыезде. А 8 августа следователи закрыли дело. Оказалось, что с человеком, в убийстве которого обвиняли Андрей, произошел несчастный случай. Подробности в репортаже Юлии Бычковой и Сергея Кашина. Он просто похрипывал, он, видимо, пытался что-то сказать. Такое удивленное, такие напуганные большие глаза. Я его начал, ну, чувство приводить, хлопал там, ну, по лицу, что в чувство. Ну, кричал Андрей, но я понимаю, что что-то, ну, страшное происходит. Друг Андрея Усольцева умер 29 марта 2015 года. Врачи скорой спасти его не смогли. Сразу же после них приехали полицейские. Осмотрели место происшествия, забрали Андрея в участок. И больше домой, к семье, жене и двум сыновьям он не вернулся. Ну, приехали, а папа нет. Да, вот он плакал. Андрея Усольцева обвинили в умышленном убийстве. Сам Андрей ничего объяснить не мог. Тем вечером он заснул, а проснулся, только когда друг оказался при смерти. Через несколько дней Андрея Усольцева заставили подписать признание. Мы угрожали, что если не признаешь, там, ну, какие последствия с тобой могут быть. Здоровья, что не хватит, например, если отрицать вину. Здесь я пребывал, да. В сезон номер один Андрей Усольцев провел почти полгода. Два месяца в полной изоляции. Чтобы не сойти с ума, он завел дневник. Писал все, что с ним происходит. Нарисовал календарь и зачеркивал прожитые дни. С внешним миром связывали только вот эти письма. 20 весточек от жены и детей. Мы тебя ждем домой. Надеемся, что скоро возвратишься. Домой к жене и сыновьям Андрей вернулся в августе 2015-го. Потом еще год шло следствие. Он находился под подпиской о невыезде. Все это время на работу не брали. Копились долги по кредитам. Жить было не на что. И только в августе 2016-го Следственный комитет закрыл дело. Оказалось, что с другом Андрея произошел несчастный случай. Он получил травму, несовместимую с жизнью. Защитники Андрея, адвокаты и общественная организация за права человека, к которым обращалась семья Усольцевых, считают, что дело сфабриковали, чтобы заработать очередное раскрытие. Они являются государственными служащими, которым поручило государство, дало полномочия, неограниченные полномочия, вершить судьбами людей. Зам. руководителя отдела показал пример поколению, как нужно ломать человека и довести до этого заведения. А потом уже суд должен был судить сломанного человека. При этом постановление о прекращении дела вручили не в августе, когда оно было составлено, а только через месяц, в сентябре. То есть следователи нарушили закон, объясняет адвокат Андрея. Также не разъяснили право на реабилитацию. Вот уже несколько месяцев Андрей Усольцев судится со следственным комитетом и хочет, чтобы виновных во всей этой истории наказали. То, что произошло с ним за эти полтора года, он не может осознать до сих пор. Вы как человек чего хотите? Чего? Справедливости. Просто жить. Дальше продолжать жить. Свободной жизнью. Андрей понимает, нужно начинать жизнь заново, но, говорит, прежней она уже не будет. Юлия Бучкова, Сергей Кашин, Афонтовы новости. Добавлю свои комментарии по этой ситуации. Следственный комитет предоставит завтра. А пока к другим темам. 28 миллионов выделят из краевого бюджета, чтобы фонд капитального ремонта смог оплатить налог на прибыль. Деньги, собранные из красноярцев, хранятся в банке. Ежемесячно на них начисляются проценты. За первое полугодие 2016 года набежало около 140 миллионов рублей. Налоговая расценивает эти средства как прибыль и, соответственно, просит заплатить налог. Однако по уставу деньги фонд не может тратить ни на что, кроме как ремонта домов. Поэтому фонд попросил необходимую сумму выделить из краевого бюджета. 28 миллионов на эти цели уже учли при корректировке краевого бюджета на последней сессии законодательного собрания. Между тем, претензий к работе фонда капитального ремонта у людей много. Это видео сняли жители многоквартирного дома в Ачинске. Там проводят капитальный ремонт крыши с маем. На дворе ноябрь, а ремонт до сих пор не закончен. Квартиры верхних этажей заливают талыми водами. Теперь жители этого дома судятся с региональным фондом капитального ремонта. Такая же ситуация может повториться и в Красноярске. В доме номер 10 на улице Парашютной тоже ремонтируют кровлю в снег. А шесть красноярских домов в этом году вычеркнут из списка аварийных. Там проходит восстановительная работа. Сегодня городские чиновники посмотрели, как идет ремонт дома номер 50 по проспекту Свободный. В этом здании начали разрушаться несущие стены на первом этаже и возникла угроза обрушения. Это видео невооруженным глазом. Сейчас рабочие фиксируют второй этаж. Затем переберут разрушившиеся участки стен первого этажа. На эти работы из резервного фонда выделено более 3 миллионов рублей. До 20 ноября дом отремонтируют. Строители дают гарантию в четверть века. Один дом, это мы с вами помним, это Мичурино. Там вообще просто была чрезвычайная ситуация. Там взрыв газа где был. А пять домов, это где вот подобные ситуации. Где-то разрушение стен, где-то личных перекрытий. Обвал шел. То есть это пять домов, по которым в этом году идет восстановительная работа. Три дома уже сделаны, три дома осталось. До 1 декабря все работы будут закончены. Кряк у меня проедет с чемоданом книги. Да, каждый раз обещаю. Но в этот раз я возьму тело пару книжечек. Получается совершенно неожиданно 4 сумки. Ярмарка книжной культуры открылась. Афон ТВ представляет. Первый строительный телепроект «Удачный дизайн». Каждую субботу в 11 утра. Генеральный партнер ООО «Инком Сосны». Открылся новый склад-магазин «Бытовая техника» от «Видео-2000». Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка, телевизоры. Гигантский выбор. Низкие цены. Бесплатная доставка. Улица Новая, 13. Строение, 4. Въезд с улицы Грунтовая. 400 метров направо от Мичуринского кольца. Со 2 по 6 ноября фонд Михаила Прохорова приглашает на 10-ю юбилейную красноярскую ярмарку книжной культуры. Современность и традиции вступят в диалог на главном событии осени. Подробная информация на сайте фонда Михаила Прохорова. Возрастная категория 0+. Премьера представляет. Неподражаемая Елена Воробей. Ее театр. Пообещали папку бесплатно научить летать. 16 ноября. Красноярский музыкальный театр. Вы смотрите новости Афонтовой. Мы продолжаем. Красноярская ярмарка книжной культуры заработала сегодня в выставочном центре Сибирь. В этом году центральной темой мероприятия стал диалог современности и традиций. В двух павильонах выставили тысячи книжных новинок и проверенной временем классики. Здесь же есть и переводная литература, и научпопы, и книги начинающих авторов. Подробности в репортаже Клавдис Тельмахович и Михаила Масленникова. Сели, пришел, приземли статую позицию. Занятие у станка это тоже кряк. Маленькие читатели без физминуток не могут. Поэтому для них в книжном пространстве обустроены интерактивные площадки. А вот взрослые читатели прогуливаются от одного стеллажа к другому. Библиотекарь из Красноярска Наталья и Лариса в силу профессии к выбору книг подходят очень ответственно. У каждой уже продуман список новых поступлений на книжную полку. Главное ничего не пропустить из важного. Пришли познакомиться с тем, что есть. И мы приехали на библиотечный семинар, который будет два дня проходить. Поэтому ходим сегодня первый день, знакомимся, кое-что приобрели уже. Я решила пополнить свои знания по поводу вот именно этого времени, хронологии. Ну и кое-что еще для дочери присмотрела. Для детей здесь целый павильон с книгами и играми. Чтобы изучить весь ассортимент, придется потратить не один час. Вы нашли здесь свою главную книгу, это походы? Ну да. Это какая? Это Тобелон, вторая часть. Вы только ждали ее? Ну да, я ее искал. Я просто первую часть прочитала, мне понравилось очень. За первые пять минут все, что привезли, вот эту книгу. Потому что осень, потому что депрессия, а это счастье и другие незначительные вещи абсолютной важности. И сейчас у нас остался просто один взгляд. Руководитель издательства Синбад того самого, что привезло в Красноярск последний роман Фокса, который еще полмесяца не будут продавать больше нигде в стране, говорит, что вкусы у горожан меняются. Детективов и мрачных книг с размышлениями читатели брать не хотят, а борются с русской хандрой жизнерадостными. Наверное, не очень легкое время сейчас, и потом зима наступила, и хочется чего-нибудь очень хорошего. В этом году на Красноярскую ярмарку книжной культуры, которую организует фонд Михаила Прохорова, несмотря на кризис, книги привезли 220 издательств. В среднем по 200 килограммов каждый. В Крыловом Минкульте по библиотечной статистике посчитали, что красноярцы читают на 10% больше, чем россияне в целом. Виноват в этом кряк или нет, неизвестно. Но здесь красноярцы обеспечивают себя книгами на целый год вперед. То есть вы каждый раз с кряком уезжаете с чемоданом книги? Да, каждый раз обещаю. Но в этот раз я возьму телопару книжечек. Но получается совершенно неожиданно 4 сумки тяжелевых. Клавдия Стельмахович, Михаил Масленников, Афонтова, Новости. Разговор о Красноярской книжной ярмарке мы продолжим с куратором основной программы Еленой Макенко. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Десятый карьер, он проходит под идеей диалога современности и традиции. О чем должен вестись этот диалог? Современность, так, даже не так, традиция. Традиционные ценности стали сейчас такой довольно распространенной темой. Люди бесконечно говорят об этом, как будто существует какая-то одна специальная традиция, которая лежит в сундучке, и к ней каждый раз обращаются, когда нужно правильно оценки раздать всему, особенно искусству. А на самом деле традиции много, они очень разнообразны, и современность из них составляется как из, не знаю, пазл из кусочков или там река из ручейков. В общем, поэтому, с одной стороны, диалог ведется от лица современности с разными традициями, чтобы посмотреть и показать людям, насколько они разнообразны, так же, как и то, что происходит сегодня. С другой стороны, современность тоже очень разнообразна, и все, что в ней происходит, тоже когда-то станет традицией, когда-то станет классикой. В общем, это такая двухсторонняя история, которая показывает многообразие интерпретаций, возможностей находить какие-то связи, находить самые разные смыслы. Мне кажется, баннеры, которые мы все видим по городу, где писатели классика, они изображены с фотоаппаратами, с очками, и вот этот диалог, он именно этим и показывается. Правильно я не понимаю? Ну, это, в общем, одна из тем, о которых можно говорить. Это, например, диалог, например, современного читателя молодого с классикой. То есть вот Толстой — это такой специальный человек за бородой из Ясной Поляны, который может существовать только в таком школьном каноническом виде. Или можно на него посмотреть по-другому, как это делают, например, там разные смежные искусства, театры, экранизации. Но второй год используются подобные баннеры, да? В прошлом году то же самое было, и многие даже не узнавали тех писателей, которые были изображены. Я не понимаю, с какими именами. Да, мы даже делали опрос, и их, очень смешно, все время путали со всеми другими людьми, да. Ну, мне кажется, это такая популяризация классики как раз-таки развивает, что ли, современную молодежь, и диалог из этого как раз получается. Один из вариантов, да. Один из разговоров. В общем, разговоров может быть много, и это, наверное, одна из главных мыслей, которые должны остаться про то, что разговаривать можно вообще по-разному. Ну вот если мы говорим о современности, то очень много современных писателей привозят на эту книжную ярмарку. Но к ним почему-то все относятся с опаской, потому что все привыкли. У нас есть Пушкин, у нас есть Толстой и Достоевский. А вот эта вся современщина, это такой мейнстрим, и читать, собственно, это не круто, не популярно и все остальное. Ну да, это даже не то, что не круто и не популярно, а что это недостаточно хорошо, потому что, чтобы считать что-то хорошим, должно пройти 200 лет. Это огромная проблема, с которой действительно мы пытаемся бороться и использовать те возможности, которые у нас есть, показывать новые имена, новые лица. Потому что очень важно, чтобы люди понимали, что они живут опять-таки в современности, что на том языке, на котором они говорят, и о том мире, в котором они живут, говорят сегодня. Да, можно, безусловно, можно читать классику и находить в ней какие-то важные вещи для сегодняшнего дня, но совершенно нельзя забывать о том, что сегодняшний день он тоже есть, и сегодняшняя литература. Это важная составляющая вообще нашей жизни. Давайте назовем имена, потому что я, наверное, из тех людей, которые вот тоже с опаской относятся и никогда не куплю книгу неизвестного себе автора. Давайте. В этом году на кряк приезжает, например, совершенно прекрасный писатель Сергей Кузнецов. У него в этом году вышел огромный, очень интересный такой игровой роман про всю историю 20 века. Называется «Калейдоскоп расходных материалов». Сегодня буквально в ходе дебатов о премии НОССУ, этот роман вошел в шорт-лист, приезжает прекрасный автор Евгений Абдуллаев, который пишет под псевдонимом «Совбатов Латуни». У него очень разные, вот вышло почти подряд две очень разные книжки. Одна такая толстая сага с большим погружением в историю, а другая такая очень маленькая, ну, очень небольшой роман, который может одновременно там Сорокин и Мамлеева какие-то неожиданные ассоциации выдать. И еще приезжает прекрасная Мария Галина, которая вообще она считается писателем-фантастом, но это тот редчайший, может быть, даже единственный случай, когда она одновременно признанный фантаст, у нее миллион там фантастических премий, а с другой стороны она признанный автор большой литературы и тоже номинируется на все премии большие. А еще, кстати, ну, наверное, в Красноярске это более-менее известное имя, я надеюсь, по крайней мере, это Александр Григоренко из Зеленогорска, если я не путаю, который буквально сегодня получил премию «Ясная поляна». Это тоже одна из крупных премий, и буквально завтра он будет презентовать тоже свою новую книжку. Приходите все это смотреть, слушать, можно. Приходите на все, да, пожалуйста. Они все, правда, хороши. На книжной ярмарке, я думаю, можно пройдиться к каждому, и там расскажут, какой современный писатель стоящий, а вот что такое проходящее именно. Да, это, в общем, можно делать, да, буквально ловить любого эксперта или подходить к любому стенду. Такие разговоры можно составлять. Спасибо вам за интересную беседу. Я напомню, что у нас в гостях была Елена Макеенко, это куратор основной программы книжной ярмарки. И мы продолжаем. У красноярских школьников появилась возможность стать чемпионами лыжного спорта. В нашем городе стартует благотворительный проект на лыжи, направленный на возрождение и развитие лыжных гонок. С детьми будут заниматься по современным методикам, под руководством именитых профессионалов. Подробности в сюжете далее. Лыжные гонки – один из самых сибирских видов спорта, решили инициаторы нового благотворительного проекта на лыжи. В 2016 году он стартует сразу в трех регионах Сибири – в Красноярском крае, Хакасии и Иркутской области. При поддержке Федерации лыжных гонок России, компании «Н-Плюс Групп» и компании «Русал». Только на одну экипировку юных спортсменов нашего региона будет направлено 5 миллионов рублей. «Русал» – большая линейка социальных проектов, всяких разных. Основные аудитории – это, конечно, молодежь, но вот такого масштабного спортивного проекта в этой линейке до сих пор не было. Мне кажется, подобный проект в созвездии социальных проектов «Русала» – это такая вот особенная изюминка, особенная звезда, если хотите. Проект рассчитан на школьников от 10 до 16 лет. Основная задача – возродить чемпионские традиции сибирских лыжников и сформировать систему подготовки Олимпийского резерва. Детским тренерам расскажут о новейших методах работы со спортсменами, основах психологии и спортивного питания. Конкретно в вашем регионе, где на самом деле на протяжении многих лет была хорошая история, сейчас в какой-то мере лыжный спорт у вас возрождается, есть члены сборной команды, есть люди, на которых я уже ставлю какие-то ставки, как на спортсменов, которые в ближайшем будущем, буквально на чемпионате мира и в ближайшей Олимпиаде должны быть в команде и показывать хороший результат. Для региональных сборных закупят форму и инвентарь. Школьники смогут участвовать в детских соревнованиях и наращивать мастерство. Проект рассчитан на три года. Универсия у нас в 2019 году. И именно через реализацию этого проекта, при предключении дополнительного, в том числе и финансового, организационного ресурса со стороны наших партнеров, мы будем вместе с министерством работать на совершенствовании системы подготовки наших спортсменов, в том числе и лыжников. И наша задача, чтобы к 2019 году на универсиаде были представлены в том числе и лыжники Красноярского края. Уже в январе 2017 года начнутся первые соревнования на детский кубок «Русала» и «Н-Плюс». А в марте в Хакасии состоятся финальные старты лучших юных лыжников Сибири. Алина Мельчакова, Дмитрий Яковлев, Афонтова новости. На этом все. Свои новости сообщайте нам по номеру 285-14-14, а также пишите нам в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Компания «Премьера» представляет. Андрей Федорцов, Семен Стругачев и Евелина Блёданс. В комедии-дефиле «Любовь по-итальянски». Мне даже казалось, что здорово, что я смогла перевезти из этой тюрьмы в этот дурдом. 28 ноября. Красноярский музыкальный театр. Внимание! Бегущая строка на Афонтово стала доступнее. Бегущая строка частная. 100 рублей слова. Видеобаннер коммерческий. 125 рублей слова. Успей подать объявление на Афонтово и получай приятные бонусы. Подробности на пунктах приема центра объявлений или по телефону 261-28-28. Ощущаюсь я буквально астронавтом, который делает первый шаг на другой планете. Проект Александра Прудникова. Качает, однако, немножечко и ветрено. Находимся на высоте 30 метров. Как это устроено? Каждую среду в 21.30 на Афонтово. Афонтово. Новости. 285-14-14. Афонтово. Новости. 285-14-14.